Всем привет! Меня зовут Иван Чуйков и это Территория Счастья на телеканале РУ-ТВ. Каждую пятницу мы вместе со Снежаной Потаповой, наставницей для всех, кто мечтает о счастливой и гармоничной жизни, разбираем в прямом эфире вопросы и ситуации, которые вы присылали ей, Снежане Потаповой, в течение недели в Директ. Если по какой-то причине вы еще этого не сделали, поторопитесь, инстаграм-аккаунт Снежаны прямо сейчас вы видите на экране. Снежана, я очень рад снова нашей встрече с наступающим праздником, могу уже сразу поздравить. А можно так делать, да, с наступающим 8 марта поздравлять? Почему бы нет? Пусть будет так. Спасибо. Будет давать с тобой традиции. Да, очень приятно. Спасибо. Друзья, ну что же, опять-таки, сразу же хочется переходить к вопросам, которые вы просто, мне кажется, забрасывали, закидывали Снежану в течение недели. Мы выбрали самые-самые такие насыщенные, самые правильные и готовы их уже сейчас в эфире озвучить. Снежана, наблюдая за вами в инстаграме уже полгода, расскажите, пожалуйста, как вам удается так хорошо выглядеть? Держите ли вы диету? Какого плана питания придерживаетесь? Каким спортом занимаетесь? Прежде всего, благодарю за приятные слова. То, что касается питания, нет, диеты – это не для меня. Когда-то мне одна знакомая сказала такую вещь. Знаешь, если ты готова всю жизнь сидеть на диетах, то да. Если нет, то даже не начинай. Поэтому, как только я себе говорю, все, завтрашнего дня я, например, не ем конфет, мне сразу хочется есть только конфеты. Поэтому я знаю свой организм, я стараюсь есть все по чуть-чуть и, конечно же, на ночь не наедаться сладкого. Ну, какие-то есть ограничения, но без фанатизма. Ну, и еще какой-нибудь, может быть, секрет вашей красоты? Уход за собой, спорт? Спорт, да, в связи с последними обстоятельствами. У меня пока есть небольшой перерыв в спорте. А так, я не очень люблю тренажерные залы, железо, как вот это все называют. Я занимаюсь собственным телом. У меня есть тренер, который я 2-3 раза в неделю встречаюсь. И да, мы просто прокачиваем собственное тело в спорте. Это какая-то гимнастика, растяжка или что это? Ну, я думаю, это комплекс. Я говорю, надо проработать определенную группу мышц сегодня. Он говорит, да, хорошо, завтра, в следующий раз другую. Но он сам пишет программы для меня, и мы с ним работаем над этим вопросом. Ну, и знаете, если такой вопрос был у тебя из зрителей, а какой для вас основной аспект счастья? Основной аспект счастья, наверное, заключается в том, чтобы получать удовольствие здесь и сейчас, не искать негатива во всем, не придираться к мелочам и все-таки видеть в людях хорошее, и получать удовольствие от каждого мгновения общения с людьми, от того, что делаю я, и, конечно же, счастье в том, что я помогаю людям. Спасибо большое. Друзья, ну, продолжаем озвучивать ваши вопросы. Я добавляю свои, конечно, потому что мне тоже очень интересно приближаться к абсолютно счастливой жизни. Как не потерять хорошее отношение с мужем после рождения ребенка? Как уделять ребенку много времени, но оставить отношение с мужем, не ставить, наверное, отношение с мужем на первое место. Наверное, так на этом месте. Я думаю, что немножко другое, что как раз отношение с мужем поставить на первое место, но при этом и чтобы... И чтобы про ребенка не забывать и про мужа не забывать. Про ребенка и про мужа, да. Буквально недавно я общалась с одной девушкой, которая первый ребенок, довольно-таки уже в приличном возрасте, так скажем, не в 20, не в 25, чуть старше, и она говорит, понимаете, в чем дело, вот я очень хочу, я вижу, что муж, ребенку два месяца, и он начинает уже капризничать мужчина, потому что ему меньше внимания. Я говорю, послушай, если есть возможность, обязательно найдите помощницу, либо попросите маму, бабушку хотя бы время, которое вы можете уделить себе, чтобы они гуляли с ребенком. Не посвящайте все свое время ребенку, особенно в таком маленьком возрасте, да простят меня все мамы, особенно, знаете, как я говорю, есть сумасшедшие мамаши, которые готовы посвятить свою жизнь, положить себя на алтарь к этому ребенку, это нехорошо, это нехорошо, неплохо, но я скажу из личного опыта, пожалуйста, не делайте таких ошибок, когда вы забываете обо всех предыдущих детях, если они есть, и, конечно же, про своего мужчину, отношения будут потеряны, поэтому пусть у вас будут помощники, ваши близкие хотя бы, если нет возможности иметь няню, не бойтесь отдавать няням, у кого есть такая возможность, ребенок вас меньше любить не будет, но мужчину вы можете потерять, пока вы весь этот год посвящаете свою жизнь ребенку, я вас уверяю со стопроцентной уверенностью, мужчина найдет ту, которая посвятит свое время ему, поэтому, пожалуйста, не уходите глубоко в себя, не забывайте, что мужчина – это самый главный ваш ребенок в жизни, маленькому нужно просто поменять памперсы, покормить, погулять, помыть, все, любовь свою, вы гуляете с ним, хольте, лелеете, балуетесь, не знаю, там, целуете, все, что хотите, получайте от этого удовольствие, чтобы это не было в тягости. В инстаграме RuTV уже появилась наша со Снежаной фотография, телезритель, который напишет под ней самый интересный вопрос, получает шанс выиграть в подарок аудиокнигу Снежаны «Три ключа к женскому счастью». Возрастная категория 18+, но это еще не все. Поскольку мы встретились в канун 8 марта, подарков сегодня будет очень много. Первым трем телезрительницам, которые сделают репост нашей фотографии из инстаграма RuTV и отметят на этой истории Снежану, мы подарим бесплатное участие в марафоне Снежаны. «Важно, аккаунт должен быть открытым». Ух, как здорово. Я думаю, сейчас, мне кажется, вся женская наша аудитория помчалась сделать репост. Я очень надеюсь, потому что пройти марафон и почувствовать счастье – это прям, как нам всем необходимо. Возвращаясь к вопросам, которые вы, дорогие зрители, оставляли в директе у Снежаны. Как ненавязчиво намекнуть мужчине о подарке, который ты хочешь получить на 8 марта, чтобы не выглядеть меркантильнее? Очень тонкая грань, где ее можно перейти и показаться мужчине, что ты с ним только за подарки. А можно же, наоборот, тонко намекнуть. Ну, вы знаете, как говорят, мужчины же, они любят конкретику в большинстве своем, и поэтому им хочется конкретно знать. Если, ну, как-то можете, например, сказать, однозначно не могу ответить, потому что такой момент, можно сказать, например, послушай, дорогой, ты знаешь, я же понимаю, что ты мне хочешь подарить подарок. Ну, я вот себе присмотрела вот это и вот это, ну, например. И опять-таки, пожалуйста, только не набирайтесь наглости, не просите то, что вашему мужчине очень сложно вам подарить. 8 марта – это символически должен быть подарок. Это не то, чтобы вам сейчас подарят машину или кольцо там в 25 карат. Пожалуйста, девочки, у каждого свои возможности. И если ваш мужчина вам может подарить буквально там 3 тюльпанчика, тюльпанчика – это тоже будет его большой шаг к тому, что он выделил на вас время свое, потому что он на вас подумал, пошел купил. Научитесь это принимать с благодарностью. Поэтому как-то намекнуть. У каждого мужчины свой характер. Поэтому я однозначно сказать сейчас затрудняюсь, потому что одному мужчине нужно так, другому так. Кому-то конкретно сказать, я бы хотела вот это, пожалуйста, не покупай мне там духи, а я хочу, например, там губную помаду, вот такую-то. Поэтому попробуйте сказать мужчине, наоборот, за благодарностью. Вы снимете с него головную боль, и он не будет думать, что именно вам подарить, чтобы угодить. Вот, честно говоря, я согласен, потому что когда у тебя есть конкретика, мне нравится, я не знаю, вот это, вот эти сережки, вот это кольцо или вот этот еще какой-нибудь там, не знаю, аксессуар. У тебя есть выбор, ты смотришь, что позволимо с точки зрения финансов, и все, и все счастливы, мне кажется, от такого смысла. Хотя однажды перед Новым годом случайно, так между слов, девушка сказала о том, что Ваня, ты знаешь, что бриллианты девушка может дарить только их мужчина, либо отец. И как бы эта фраза повисла в воздухе, я понял, что на Новый год надо подарить что-то с бриллиантом. И начал копить деньги. Молодец. Так, следующий вопрос. В отношениях больше двух лет все хорошо, только мой молодой человек не дарит мне святые подарки. Как мотивировать его на это? Так хочется иногда получить букет цветов, маленький подарок. И не только на 8 марта, а просто так, без повода. Тогда я бы спросила так. А как часто вы уделяете внимание мужчине? Почему он должен проявить свое внимание к вам и в ответ подарить подарок? Потому что очень часто женщины хотят чего-то получить в ответ, но при этом сами не дают. Я не говорю, что вам сейчас нужно пойти и купить ему подарок. Нет, но когда мы дарим внимание мужчине, свою заботу, ласку, теплоту, мужчина автоматически захочет вам подарить то же самое. То есть, ну помимо теплоты, потому что мужчины немножко по-другому, они более материальны, чем женщины материалисты, они захотят что-то еще материальное вам подарить. То есть, вполне возможно, что после вашего такого внимания к нему он захочет сделать вам приятное. Помимо, так скажем, нежного с вами обращения, ну, подарить, предложить к этому материальное какое-то ощущение, цветочек, духи, ну, все, что угодно, все, что он может вам сделать. Почему бы нет? Поэтому мотивировать его просто так, выпрашивая, либо же листая при нем журналы и говорить, ой, какое красивое платьюшко, а здесь такой красивый букет. Это форма устарела, да? Да, это форма устарела. Во-первых, во-вторых, мужчина, не все мужчины понимают намеки. Сделайте добро, оно к вам вернется во много раз больше. Это территория счастья на телеканале РУ-ТВ. Снежана Потапова, Иван Чуйков, и мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Точнее, Снежана отвечает на ваши вопросы, а я внимательно слушаю. Можно ли по подарку определить, как мужчина к тебе относится? У подруги муж гуляет, но все время дарит ей дорогие подарки. Мой мне носит цветы и дарит сертификаты на массаж и развлечение. В изменах не замечен. Ну, то, что он не замечен, это еще ничего не значит, но я буду просто молчать. Да, хорошо. Не показатель того, что дарит мужчина, он вам знак внимания. Я всегда говорю, послушайте, когда мужчина вам дарит сертификат, букет цветов, неважно, в этот момент он думал о вас, он о вас позаботился, решил сделать вам приятное. Он проявил свое внимание к вам. Поэтому нужно уметь принимать подарки. Не нужно смотреть, что подарил. Вы хотите, как у подруги, бриллианты, но за измены. А будете вы их носить? Я вас уверяю, что большинство этих подарков, которые он подарил за то, что он сделал ту или иную провинность, либо ошибку, либо что-то там не очень хорошее, я уверена, что большинство этих украшений или этих вещей она не носит. Потому что в них заложена такая другая энергия, которая немножко неположительная, она не дарится состояния радости. Это как бы извинение. Я считаю, что... Я бы сказал, это взятка некая. Ну, это как откуп от чего-то, откупиться. Поэтому это не все приносит удовольствие и радость. Тут завидовать особо нечего, поэтому поблагодарите своего мужчину, лишний раз обнимите и поцелуйте. Скажите, какой он молодец и как он заботится о вас. Чтобы вы были ухоженны, красивы и счастливы. А как правильно реагировать, если подарок, который тебе подарил мужчина, тебе не нравится? Нужно ли прямо об этом ему сказать? Или как скрыть это разочарование? Ну, давайте ответим на вопрос. А потом мне хочется попросить мужчин обратиться к ним именно по поводу подарков. Потому что это на самом деле очень тонкая грань. Прежде всего, надо научиться принимать подарки. Даже если вам не нравится, не нужно всем видом показывать, что вы недовольны. Может быть, мужчина просто хотел сделать как лучше, как считал он лучше для вас. Поэтому в данном случае вы поблагодарите его. Потом, когда эта уже ситуация пройдет, успокоиться, намекните. Либо скажите, как мы говорили. Научитесь говорить мужчине. Ты знаешь, подарок был очень шикарный. Мне так понравилось. Но вот в следующий раз, если ты не против, можно мы с тобой будем либо вместе выбирать, либо ты со мной посоветуешься, либо там, ну, как-то давай решать этот вопрос. Потому что, да, это все прекрасно, но я бы хотела, может быть, что-то вот так. И для тебя тоже. Когда у тебя будет праздник, давай, можно я с тобой посоветуюсь? Поэтому вы сделаете приятным человеку, облегчите его головную боль. И, тем не менее, вы будете также довольны. Но при этом хочу сказать мужчинам одну вещь. Дорогие мои мужчины, в преддверии 8 марта не нужно дарить женщинам бытовую технику. Вы считаете, что это хорошо, потому что это же полезно для дома. Я очень прошу, когда вы... Сейчас те, кто уже приобрел бытовую технику, такие, что уже как-то поздно информация поступила. Да. Женщины очень любят то, что можно надеть на себя и похвалиться. Представьте, вы подарили, не знаю, там, стиральную машину. Она придет к подружке и скажет, у меня стиральная машина. И что? Это хорошо для вас обоих. Это необходимая вещь в быту. Но это не личный подарок девушке. Даже когда мы с супругом всегда ходили на дни рождения и ходим, он говорит, давай подарим вазу. Я сказала, да ни в коем случае. Мы подарим то, что девушка может на себя, например, примерить, одеть, с чем-то с этим пройтись. Я люблю подарки, когда дарят для женщин. Пожалуйста, дарите подарки для женщин. Не дарите вы им технику. Купите технику отдельно от этого подарка. Не нужно этого делать. Женщина – это не домработница и не просто домохозяйка. Это прежде всего женщина, которая... А мужчину оценивают как? По его женщине. Если вы хотите, чтобы вас оценивали, насколько вы успешны, самодостаточны, богаты, ну, все, что к этому предлагается, дарите соответствующие подарки вашим женщинам. Продолжаем замечательную программу, которая делает абсолютно каждого зрителя более счастливым. Территория счастья. Итак, вопросы, которые вы отправляли в директ снижание. Сейчас вот, стоит ли... Нет, секунду. Как научиться принимать свое тело таким, какое оно есть, особенно после родов? Ну, для этого как раз мы занимаемся, для того, чтобы женщина перестала искать в себе недостатки. Понятно, что происходят определенные изменения в теле, и нужно заниматься собой. Прежде всего, повышать свой внутренний эмоциональный уровень, на более высокие вибрации, энергетический уровень. И когда мы научимся принимать себя, то и тело будет выглядеть по-другому. Я уверяю вас со стопроцентной уверенностью. Потому что, занимаясь, женщина преобразовывается. Ну, тут такой, мне кажется, знаете, есть опасный момент. Вы-то можете себя принимать, а, допустим, ваш мужчина может не совсем вас принимать с новыми уже изменениями. Как его заставить принять? Ну, заставлять не нужно, наверное, да, начнем с этого. А если вы начнете себя любить, уважать и ценить, то я вас со стопроцентной гарантией уверяю, что мужчина вас будет воспринимать именно так же. Потому что женщина, например, что что-то с ней случилось. Ну, неважно, живот растянулся, кожа, понятно, растягивается. Не нужно в первые два месяца хвататься за голову и кричать «караул». Организм, он восстановится. И физическое тело восстановится при определенных тренировках, утягивающее белье. Все это можно, это все есть. Можно купить, можно подобрать себе диету, работу с фитнес-тренером, либо же онлайн очень много всяких разных тоже курсов проходит. И если вы будете акцентировать внимание на своем животе, я вас уверяю, что все люди будут видеть только ваш растянутый живот. То, на чем мы акцентируем негативное, то и притягивает внимание окружающих людей. Поэтому переключайте внимание на то, что в данный момент у вас, например, красивые волосы. Обращайте к ним больше своего внимания. Со временем вы начнете переключаться и переходить на положительные вибрации, эмоции и уже совершенно по-другому не излучать энергию. А в ваш клуб часто обращаются девушки после родов или, допустим, с послеродовой депрессией? Да, очень часто. Потому что, наверное, одна из таких проблемных моментов, это, конечно, послеродовая депрессия. Но чаще всего это не депрессия. Мы сами себя загоняем. Я из собственного опыта знаю, что это такое. Особенно после рождения третьего ребенка, когда ты хочешь опекать только этого малыша, ты не хочешь ни видеть, ни слышать никого, и ты говоришь, что это только мое, ты можешь потерять в этот момент всех. Либо тебе здравый смысл пройдет в голову, либо кто-то даст волшебный такой толчок и скажет, давай-ка займись вот этим. Поэтому, да, эти вопросы решаем, и они абсолютно решаемы. После родовая депрессия это существует, но это немножко жалость к себе в данный момент. Поэтому не нужно себя жалеть, нужно оторваться от своих кроватей, диванов и что-то начать с собой делать. Да, если самостоятельно уже вам сложно себе помогать, обращайтесь за помощью к специалистам. Спасибо. Так, вопрос следующий. Снежана, как вы относитесь к пластике, особенно к мамопластике? После родов мой небольшой размер стал выглядеть ужасно. Очень комплексую по этому поводу. Муж намекает, что хорошо бы увеличить. Боюсь, говорят, много противопоказаний, это вредно. И вообще, значит ли это, что мужчина меня разлюбил, если склоняет к пластике? Ну, опять-таки, возвращаясь к предыдущему вопросу, то, что вы говорили до этого, очень много внимания, видимо, изменению то, что произошло с груди у женщины. И, конечно же, мужчина, она, женщина на этом акцентирует, она постоянно, видимо, смотрит, она комплексует, когда одевает одежду. И мужчина вольно-невольно притягивает туда свой взгляд тоже. Поэтому, дорогая моя девушка, автор этого сообщения, пожалуйста, давайте начнем переключаться с этого момента на что-то другое, начнем качать, закачивать свое тело. Я думаю, что элементарные упражнения вам уже тоже можно делать, это первое. И, конечно, повышать свое внутреннее женское состояние, повышать свою энергию для того, чтобы мужчина видел не только грудь, что с ней случилось. Вы восстановитесь, даже через год уже будет лучше это все, но нужно потерпеть, набраться терпения просто и решить этот вопрос. Мама пластика, ну, не хорошо, не плохо, это личное дело каждого, но я не очень хорошо отношусь к пластике, потому что это инородное тело у вас, и как оно себя поведет, это тоже неизвестно. Поэтому это личное дело каждого, но я не очень это приветствую. Все-таки надо заняться собой для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно. То есть всегда можно найти какой-то другой путь решения в данной ситуации. С чего начать восстановление после родов? Я расскажу из своего опыта, что я начала заниматься именно прокачкой своего внутреннего состояния. Когда я начала именно подниматься, потому что энергии очень много было потеряно на рождении дочери, то, что женщина большую часть энергии отдает именно во время рождения дочери, передавая себя ей, закладывая определенную основу, фундамент ее уже дальнейшей жизни. Поэтому сил не остается. Я просто начала заниматься в определенных клубах, когда именно с практиками женскими, с энергетическими, различного рода женскими гимнастиками, и автоматически все тело начало приходить в себя, я начала оживать. И уже ровно через неделю после всех моих занятий, моя жизнь перевернулась макнаглую. Продолжаем территорию счастья и становимся еще счастливее вместе с нами. Вопрос очень большой. Тут прям сочинение опять. Предыдущие отношения были очень болезненными. Я влюбилась, ездила к нему на другой конец города ради встречи. Все свое свободное время отдавала ему. А он перестал ценить. Последней каплей стала ситуация, когда мы договорились встретиться. Я в ночи помчалась к нему, а он, зная, что я уже еду, позвонил и сказал, что встретиться не сможет. Решил отдохнуть и ложиться спать. Понимаю, что ему я не нужна, прекратила общаться, чувствую себя тряпкой, но не могу избавиться от навязчивых мыслей о нем. С ним я цвела, чувствовала радость, легкость, раскрепощенность, а без него, как без воздуха, жить не хочется. Постоянно срываюсь, пишу ему, потом удаляю сообщения, стараюсь бывать там, где он, чтобы хоть мельком его увидеть. Как избавиться от этой болезненной зависимости? Помогите, пожалуйста. Переключаться пробую, но не помогает. Тут прям вот чувствуется боль у человека, действительно, от этой зависимости. Да, действительно. Ну, этот человек себя уже довел до такого состояния, когда есть определенная, вроде, болезненная зависимость от кого-то другого. Для меня это прям садомазохизм какой-то, когда она этим занимается, девушка ездит и ищет встречи. Здесь нет уважения со стороны молодого человека. Если вас не уважают, если вы уже себя чувствуете как тряпка, ну куда дальше-то? Если хотите всю жизнь преклоняться, вот это раболепство, ну, это личный выбор, конечно, каждого. Но, с другой стороны, мне хочется сказать, как бы вы не пробовали переключаться, что, во-первых, да, приходите обязательно, это вопрос решаемый, это вообще легко можно решить, нужно просто оставить, хотя бы дать себе установку. Вот в течение месяца, давайте, ну, хорошо, неделя, потому что сложно месяц, я не пишу, не звоню, забываю об этом человеке, начинаю там читать, писать, петь, все, что хотите делать. Да, и, кстати, если да, сейчас как раз начинается марафон, почему бы нет? Если вы попробуете уйти именно в свое внутреннее состояние, я уверяю 100%, что вы поменяете отношение к себе, не потому что я такая хорошая или кто-то другой, можно найти любого другого мастера, попробовать именно принимать себя. Начните уважать себя и ценить, тогда вас начнут ценить, и уважать уже окружающие люди и тот молодой человек. Как только мы показываем легкое безразличие, мы становимся интересными. Знаете же, да, чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Да, по этому принципу. Примерно так, начните с этим молодым человеком, попробуйте его игнорировать, попробуйте его не замечать. Можно сделать, наступите себе на горло и сделайте то, чего он от вас не ожидает. Поэтому он привык, что вы где-то тут, где-то рядом, и вы у него запасной аэродром, в который он может сказать, приезжай, потом тут же не приезжай. Ну, это просто такое очень... Потребительское такое отношение. Потребительское, да. Некрасиво. О, да, уважайте себя, любите себя, цените себя, делайте себя счастливым человеком. Ведь никто пробил вас-то и не сможет сделать вас счастливым. Правильно же я говорю? Правильно, абсолютно. Вот видите, я уже... У вас с вами уже, по-моему, девятый эфир, или даже больше. Да. Уф, а уже многому научился. Спасибо большое. Так, стоит ли оставаться в браке, если пропал сексуальный интерес друг к другу? Ну, знаете, сексуальный интерес, он волнообразный. Он может сегодня есть, потом его может пропасть. Это нормальное явление. Если он, конечно, уже затяжной, нужно что-то с этим делать. Да, нужно заняться собственным состоянием гармонии в себе. Нужно прокачать себя. Не обязательно сейчас идти к мужчине и говорить, что вот я буду, и ты давай тоже занимайся. Нет, начните с себя. Начните для себя делать какие-то другие вещи. Пересмотрите отношения с этим мужчиной. Конечно, разбегаться сразу я бы не советовала. У вас есть общие интересы. Если у вас все хорошо, есть общие объединяющие какие-то моменты в вашей жизни, я думаю, о них много приятных, начните что-то менять. Поменяйте вашу жизнь с ним, сексуальную имеется в виду жизнь. Попробуйте какое-то разнообразие. И то, что я могу сказать со стопроцентной уверенностью, что когда женщина после длительных контактов происходит определенные изменения в ее внутреннем состоянии мышечного тонуса, это тоже сильно влияет. Когда женщина начинает повышать свой мышечный тонус внутренних органов, и ее желание, и сексуальная жизнь, она тоже приобретает новые яркие краски. Уф, я все понял, но просто промолчу и озвучу следующий вопрос. Снежана, в преддверии праздника, чтобы ты посоветовала девушкам, чтобы выглядеть и чувствовать себя в эти дни самой счастливой, как настроить себя на позитив? Найдите в себе то прекрасное, что вам нравится. Вот как раз есть небольшое количество времени до 8 марта, когда вы можете каждое утро вставать и самонастройку себе делать, о том, что вы самая красивая, вы самая любимая, вы самая счастливая. Начните ухаживать за собой, начните делать макияж, каждый день прическу. Пожалуйста, начните одеваться так, как вы до этого не одевались. Поменяйте что-то в себе, попробуйте себя обновленную, новую себя. Почему бы нет? Это первый шаг к тому, чтобы почувствовать вот этот вот маленький адреналин, кусочек счастья. Побалуйте себя любимую, сделайте то, что вы себе раньше запрещали. В преддверии 8 марта тут очень такие провокационные вопросы. Почему мужчины некоторым женщинам дарят машины и подарки, а другим цветы подарить не могут? Такая претензия даже слышится какая-то в этом вопросе. Да, ну давайте начнем с того, вернемся в начало нашей программы, можно сказать. И уже об этом не раз я говорила и каждый раз повторяемся о том, что, послушайте, если ваш мужчина не может вам подарить Мерседес, то не просите от него этого. Если он может вам подарить, ну, не знаю, что, чайную пару, но он заработал на нее, ну, не требуйте. Это не факт, что все мужчины должны дарить Мерседеса. А если они зарабатывают на Мерседес, но не дарят? Ну, вот есть вопрос еще и к женщине. Мужчина хочет вкладывать в ту женщину, от которой он видит отдачу. А если женщина ждет от него только дорогих подарков, и она, извините меня, с ним ложится в кровать и говорит, вот сейчас я с ним, а завтра он мне вот за это подарит шубку. Ну, слушайте, такого не бывает. Мужчина очень тонко чувствует, у них есть другая такая интуиция или ощущение женщины. Его нельзя обмануть. Если мужчина чувствует, что вы только потребительски относитесь, он подыграет вам. Но поверьте, он не останется с вами либо надолго, либо никогда вам ничего не подарит, потому что нет искренности в отношении. Любите его искренне, цените его, уважайте и берегите. И мужчина в ответ вас тоже будет благотворить. Но давайте это будет все-таки работа с двух сторон. Ну, я не говорю, что мужчины теперь только потребительски будут относиться к женщине. Давайте все-таки это будет игра взаимная. Вы ей, она вам и наоборот. Поэтому не хорошо, не плохо, но мы так устроены. Мне нравится вот такая посылка. Любите мужчин, любите нас, жалейте, сохраняйте, как-то оберегайте. Мы нуждаемся в ласке. Чей подарок должен быть дороже, женщины или мужчины? Наверное, зависит от того, кто главный добытчик в семье. И чей дороже или чей менее ценен или менее дешевле, ну, это вообще неправильный вопрос. Кто что может, тот кто и дарит. Каждый дарит по мере того, сколько он зарабатывает, сколько он может потратить в этот момент времени. По мере возможностей. Абсолютно. Если вы вместе откладываете бюджет, то можете вместе купить подарки. А чтобы оценивать мужчину, ты мне сегодня подарил там гвоздички, а вот вчера подарил там розочки. Нет, ну, конечно же, нельзя. Давайте как-то уважать друг друга. Поэтому нельзя оценивать, почему, кто. Ну, считай, это вообще некорректно даже. Программа «Территория счастья» подходит к концу. И сейчас самое время ответить на вопросы, которые телезрители написали под нашей со снежанной фотографией в инстаграме телеканала РУ-ТВ. Собакру нижнее подчеркивание ТВ. И выбрать самый интересный вопрос эфира. Автору сегодняшнего, победителю сегодняшнего эфира мы подарим не просто книгу «Три ключа к женскому счастью», а аудиокнигу, записанную самой снежанной. Возрастная категория 18+. А еще я напоминаю, что первым трем зрительницам, которые сделали репост нашей фотографии из инстаграма РУ-ТВ и отметили на этой истории Снежану, мы подарим бесплатное участие в марафоне Снежаны. Важно, аккаунт должен быть открытым. Ну, а после эфира наши редактора с вами обязательно свяжутся и расскажут, как вы сможете забрать этот подарок. Итак, вопросы. Не хочу работать. Есть возможность расслабиться и жить на деньги мужа. Но боюсь, что все будут называть меня содержанкой. Что делать? Ну, если вы будете настолько вкладывать много своих сил и любви, и уважения к этому мужчине, проявляя уважение, и вкладываться в него, вас никто не назовет содержанкой. Потому что быть, особенно если у мужчины много денег, значит, это уже сильный мужчина, мужчина, который властный, который самодостаточный. И, конечно, рядом с ним должна быть женщина, не та, которая будет, ну, как, знаете, можно в народе говорить, вертихвостка, да? Нет, конечно, просто тратить, транжирить его деньги. Но в то же время она вкладывается в него, потому что это работа. Это очень серьезная работа быть рядом с сильным мужчиной. Попробуйте. Как вы себя будете вести, так вас и оценят. Если будете соответственно вести, соответственно и уважать будут. Либо наоборот. Я не вижу ничего плохого в слове «содержанка». Почему бы не? Но это мои домыслы. Если я знаю, что никто мне не подарит цветы на 8 марта, могу пойти и купить их сама? Или это странно? Конечно, можно. Почему бы нет? Я могу часто себе заходить. Я шла мимо цветочного магазина, я увидела красивый букет цветов, я зашла, купила. Это абсолютно нормально. Ничего в этом нет страшного. Почему бы нет? Все очень просто. Радуйте себя и не бойтесь радовать себя каждый день. Я предлагаю сейчас уделить время для поздравления всех, кто нас смотрел, смотрит и будет смотреть. Но прежде, конечно, хотелось бы узнать, кому отправится аудиокнига. Ну, я думаю, давайте, наверное, отправим девушке, которая так боится покупать себе цветы. Мне очень хочется, чтобы она все-таки приобрела эту уверенность и не боялась покупать себе и подарки, и цветы. И, конечно же, в скором времени встретила того, который просто будет одаривать и цветами, и подарками. А она взамен свою любовь, свое счастье женское. Это могло быть хорошее поздравление для всех девушек. Хорошо. Дорогие девушки, мы поздравляем вас с 8 марта. Конечно, желаем, чтобы у вас каждый день проходил как самый счастливый день в вашей жизни. Может быть такое? Да, да. Будьте счастливы, дорогие и любимые. Снежан, вас тоже поздравляю с 8 марта, наступающим 8 марта. И хочу поблагодарить вас за то, что вы делаете мир вокруг себя, светлый вокруг нас, более счастливым. Спасибо большое. Спасибо, мне очень приятно. И, конечно, я думаю, что всем девушкам было бы очень приятно услышать от вас какие-то напутствующие слова в этот праздник. Да, с большой радостью и удовольствием, конечно, скажу. Дорогие мои девочки, девушки, женщины, любите себя и цените. Цените каждый день, не надо искать себе минусов, ищите как можно больше плюсов. Когда вы будете любить себя, я вас уверяю, что мужчины вас будут боготворить. Поэтому, если вы хотите быть королевами, то будьте. Тогда и мужчины будут чувствовать себя рядом с вами королем, потому что женщина растит мужчиной. Дорогие мужчины, цените и берегите ваших женщин. Это самое большое счастье, когда рядом с вами любимый человек. Спасибо большое. И до новых встреч. Хорошо вам встретить, отмечать этот праздник. Будьте счастливы.